И первую стадию они примерно так и распикали, что вот бонусный тайм уже уходил во вторых банах. И вот начинается вторая стадия именно пиков, и посмотрели, насколько призадумались, что же брать, и это Spirit Breaker. Самое забавное, что... Да-да-да, давай, говори потом. Я говорю, что теперь это похоже уже как Лакверк третьей позиции, поэтому фенерберсы могут сейчас придумать что угодно. Легкую линию они должны будут выигрывать. Тем, что у них уже есть, и двух героев просто хватит. Мне самое забавное, мне кажется, что они задумывались как раз-таки после предпоследнего бана от Underbirds в плане эсэфа. Я так понимаю, что сейчас хотели себе забрать и пообузить, но не получилось. Да, с другой стороны, непонятно, почему они сразу не забирают. Ну это глупо надеяться на это. Да, здесь тоже согласен. Что вам отдадут обузную комбинацию, это обычно так не работает. Ну тут Keeper of the Light. Ну тоже неплохой выбор, кстати. Так-то. Кстати, под него Bristol Back'у можно взять все еще. Не будем забывать. И они так играли много раз. Выигрывали каждый раз, причем опять же у них Виха в центр ходит и прям очень жестко получается. Не представляешь, что нужно делать. Потому что он вообще сам по себе жесткий так-то игрок. Это да, ну то есть когда ты приходишь в мид, думаешь, ну сейчас легкое будет, то есть у меня герой сильно лучше, чем у него и так далее. И выясняется, что ничего подобного, что он тебя вообще за героя не считает и просто идет и разваливает. Мне кажется, что Bristol Back'у многих за героев не считает. Он просто идет и разваливает все, что видит. Именно, что ситуация, в которой у тебя герой, который должен выигрывать. Но Виха настолько жесткий, что ты не выигрываешь. Как-то так. Ну да. Ну что, проблем со стороны Вихи? Джаггернаут, а Team Freedom забыли в последнее время про этого персонажа. Все реже-реже его берут. Какое-то время был вообще самый лучший карри, наверное, вообще заезжал практически каждый пик. Ну либо бан, либо пик был. Ну да, то есть опять же с каким-нибудь Магнусом ты его берешь и все, он уже на коне. Но... Похоже, он до сих пор так играет и горе не знает. Ну и ожидаем ответочку от Underbirds. Все еще актуален действительно Bristol Back'у в мид, как ни крути. Да, ну любой бус актуален, который можно взять с котлом. То есть даже два удара кунки, это все еще работает. Кунг иржовский. Кстати, не знаю, почему они берут. Тибера, кстати, могут взять под такой пик. То есть очень много таких вот мили-героев, их неплохо будет распиливать. Ну что ж, ждем пока что. Есть время у Thunderbirds, а не же Planet Ots, подумать. Если кто не в курсе, Thunderbirds теперь выступает под тегом Planet Ots. Чтобы вы потом не путались и не поняли, кто такие Planet Ots, откуда они появились. А почему у нее... Тибера пришла до сели никому неизвестная. Как это называется? Организация. Компания, организация, да. И сказали, что мы хотим, и мы сделаем. И вот, пожалуйста. Ну если купили себе сразу команду. Есть возможность, почему нет? Опять же, киберспорт очень перспективная индустрия, в которую многие готовы вкладываться. Ну почему нет? Да, ну тут с одной стороны, да, с другой стороны, вроде уже так много именно вот тех, кто занял точку, как говорится. И вырывается никому неизвестная команда и покупает хорошую команду. То есть у них вот бывает, ты видишь, что там новый игрок на рынке, и он забирает, допустим, себе каких-то парней, которые до сели особо не блистали. И вообще, то есть там, тиры вообще не 4 какой-то коллектив. Ну, видишь, они, опять же, оказались в нужное время, в нужном месте, нашли нужную команду. То есть Digital House, Thunderbirds, окей, да, они всегда показывали уверенную игру, довольно-таки сильный коллектив. И просто вот подсуетились вовремя, когда ребята остались без спонсоров. То есть, ну, почему нет? Приютили под свое крыло. Да лишь бы дальше сложилось у них все хорошо, и не было бы никаких проблем в плане финансов, как бы. В чем проблема может быть? Ну что, Акс от команды Thunderbirds забанили у нас Team Freedom Ember Spirit'а, и ожидаем последний бан от команды Planet Odd. Надо привыкать их называть уже так. Потихонечку. Со временем привыкнем, я думаю. Да это понятное дело. Главное, говорю, чтобы они завтра не сказали, что типа, ну что, там зарлад не платят, все такое, мы сваливаем. Всякое в жизни бывает, когда, опять же, всплывает неизвестно никому игрок, никогда не угадаешь, как он себя поведет. Может, контракт с контрактами, а там как пойдет. Мне нравится комментарий, никого не узнаю Team Freedom. Ewar, то есть, вам ничего не говорит, Snake King, Stan King. Нет, Stan King и Snake King, это же очень известные ребята. Да, то есть, никто их не знает вообще. Давно уже играет, очень давно, то есть, уже три поколения сменилось, а они все играют и играют. Ewar, никто не знает, кто такой Ewar, да? Действительно, совсем неизвестные ребята. Дополнительное время. CC and NC тоже. Да. Не первый свежести игрок. Не первый свежести. Ну да, в принципе, здесь, ну, если с твоей точки зрения писали, ну, да, как повернуть, но действительно так оно есть. Ну что, Шторм, я про то, что он давно вроде играет, то есть, это не там, не первые полгода, когда игрок, вот, взялся из ниоткуда уже играет, там, с плацфабликовой, то есть, катает, давно катает, не всегда успешно, вроде не особо ничего не выиграл, но тем не менее. Вот, он есть такой, что значит, никого не узнают. Надо садить за американской сценой, в том числе. Тем более, да, такие интересные игры проходят, зачастую поражаешься, да. Да, ну что, очень интересно, в итоге разобрали героев, у нас появился Шторм Спирец, после него почти сразу появилась Квопа, то есть, видимо, они готовы были к примерно похожему выбору и решили задавить на линиях. У них очень плотный получается такой овнич на начальной стадии игры, боевой, Квакверк, Баратрум, Джиггернат, который там скрутил, как в кого угодно, если может зайти, и Квопа, который, по идее, там, под любым плюс один этого Шторма тоже не считает за героя. И помощники Шторма такие себе, то есть, котел, ну, задуть он может, то есть, особо подсыва нету. Нюхс может подкопать, но нужно быть в позиции, и героя обычно не о том, чтобы летать, а кого-то сывить. Ну да, я согласен, Шторм до получения ультимативной будет страдать, безусловно. Шторм будет страдать до какого-то там появления Даггера, Бладмейла, Акса будет страдать, потому что вот до этого момента, там, Джиггернат просто заходит и Заггер раскручивает его, или там мультидит его и так далее. То есть, очень много урона можешь носить, почти безответно. Но, но если в какой-то момент планетоиды доживут до вот этого лайтгейма, когда у них Шторм Спирит будет уже иметь какой-то Бладстон, плюс что-нибудь, Акс будет иметь Даггер, Бладмейл, Мофф Эчер будет с Дезеретром, они должны будут прокатываться тоже просто на ура, потому что абуз того же самого котла здесь неплохо работает и с Нюхсом, там чуть не дабл Карапасы можно делать с Аксом, чуть не дабл Агр можно делать. Со Штормом парень летает и разваливает, то есть, если чего время, вовремя точнее ему залить, допустим, по прилету, то он может там Рен Андреевен поставить, тоже очень много урона, поэтому, то есть, разные есть варианты, как они будут из этого всего выкручиваться, ну и ловить потенциал определенно за планетоидами. Планетоиды, я аж ты говорил, их так будут называть, планетоиды. Ну так надо, надо просто приучиваться, я вам каждый раз ору, но она называет. Так и будут называть, ну просто мне потом кто-то в перерыве писал, что вы, что вы, так нельзя склонять, я говорю, ребят, поверьте, именно на российском реке Варшаке так и будут называть. Ну не знаю, то есть, планетоиды, это переводится как планетоид, то есть астероиды и так далее. Ну, в любом случае, склонять русскоязычный комменти будет название команды и, скорее всего, будет склонять именно планетоиды. Ну посмотрим. Просто трудно сказать планетоиды. Тяжело. А планетоиды, это даже по-русски довольно-таки. Да, да, поэтому и говорю. Ладно. Так и что, удачно разбежались по вардам, проставили один вард сюда, второй вард сюда, причем чудом не встретились и в итоге теперь прекрасно понимают, кто где стоит. Клок сидит, смотрит и просто, о, Бомфлэчер здорово, машет рукой, Бомфлэчер такой здоровый, Клок. Как ваш дела? Не болейте, да. Чего новенького? Ай, ему норм. Ну, что видит сразу, что трепла сложно, я видит, что, во-первых, будет свернуть в них, что никто никуда не свапается, всех все устраивает. Акс сразу понимает, что у него будет не самая сложная линия. С одной стороны, всегда есть шанс, что ты где-то ошибешься, где-то неправильно, что ты нажмешь, и тебя просто магическим уродом там ты перекрутит, закрутит. С другой стороны, если же Гернаут, если ошибается, то ЖАКС там третий уровень агр, с вторым контр-херикса будет разрубать ему просто на урон, и там хитки ничего не хватит. Мне опять же тяжело подцелиться, потому что чистый урон, не промыщить, ничего не работает. Поэтому тут будет все зависит от личного исполнения каждого игрока. Но вот центральная линия уже надо будет смотреть, там будет самое интересное, потому что Клопа, по идее, должна с большим запасом этого самого, чтобы спирит убивать. Там уже она закупилась просто на все деньги в статии, чтобы как раз-таки получить максимально преимущественно на ранней стадии игры и просто затыкивать противника. Ну и нюкс, видимо, прямо сразу передвигается в центр, чтобы хотя бы как-то в первый, там, до второго уровня помочь. Я сначала не понял, что происходит в миде, а это шторм в этом, в таму-числовом. Но новый таун, причем у него две формы есть, для стоящей и для ходячей формы. Ну что это за герой такой чудесный, который там, просто вокруг него какая-то аура непонятная. Он там отдыхает, летает. Ну что ж, начинается матч, в миде у нас пока что развлекает мидера команда Team Freedom, понятное дело. Никс какое-то время его погоняет, пока там, не знаю, хотя с другой стороны Виха, я думаю, и сам справится, без проблем точно. Да вот не должен справляться, вот это дело, то есть очень тяжело, то есть Клопе, она очень приятно имеет анимацию атаки, и ты стоишь, у тебя вроде все хорошо, и потом бац, ты погибаешь. Вот примерно как Аксис. Вот чего я не ждал, что Аксис сейчас просто умрет, да, действительно, его закрутили в танце. Евзор делает First Blood, ой, господи, Евар делает. Какие-то большие проблемы с Евзором, с Джорексом и всеми прочими ребятами. Это когда имитируешь тир-2 американского, но грезишь тир-1. Прошу прощения, ребят, да. Действительно, так оно есть, да? Евар умирает, точнее дело First Blood. Все, поплыл. Нам нужен новый капитан за рулем нашего стрима. Ага, собраться надо просто и все, ладно. Собраться, разобраться. Прикольную идею сделал Мизери, вкачал Монобер на первом уровне и просто ходит, как и выжигает ману. У него хватает примерно на 3 продувки без регена маны, то есть своим стандартам. И вот, посмотри, что в итоге у Квапы с ее маной, то есть она так много не регенит. И в итоге уже и не по спаме даггером, хотя она взяла его в 2. Вроде не повлекаться особо, особенно если вот сейчас Нюкс вернется. А он может отпить в кларетку, собственно, так он и сделал. Тина может появиться. И вот так против Квапы уже вроде неплохо, что он стоит. 12-2, 10 на 2, выигрывает свою линию. Пока. Ну, вторая минута. Ран говорит, выигрывает. Тем не менее стоит. Ну, пока начало будет. Плюс я обычно, обычно в такой ситуации, у Шрама там 2-3 Квапа, у Квапы 20-ка. На топе проблемы. Проблемы у Мунца в очередной раз есть. Танец смер... Хотя тут спорный вопрос в плане танца смерти. То сейчас Евар бился от своего тиммейта. Спиритбрекера. Вроде все живут. Ну, 700 хп СТХД, 820 хп спиритбрекер. И действительно тяжело убить. Очень жирные саппорты. Но тем не менее, Акс не умер. Ну, там повезло, опять же, что стопился. Там они бежали под агры, не получилось. Ну, то есть, законтролить. Гранату вперед отправить. Не били, а я понял о чем-то. Ну что ж, 1-0. Продолжается игра. Как дела у нас на боте? Давайте посмотрим у товарища Резолюшина. Ну, здесь у него все весело. В двоечку пока что взял стрелы. Дарья не качает ничего. Ну, по ситуации опять же. По ситуации ворвутся. Инвиз не ворвутся. Но будет возможность убить. Поэтому скачается стрейк. Ракета прямо по курсу! Все вроде правильно. Но, опять же, он не жалеет маны. То есть, взял себе базилу. Взял Сейдж-маску сверху. Спамит стрелами. При этом ему хотел периодически заливать ману. И вот ему не хватает. Постоянно просаживается. И сидит, ну, в около нуля этой самой маны. Смотри, рецептик есть уже у Мунса на Iron Talon. Правильно, если что. Белее сместиться. В это время в миде что-то затеял у нас товарищ Фли. Ну, их и говорит, дружище, к тебе. В итоге, он находит шторма. Но сейчас он будет разминать. То есть, потренировать хп своего саппорта на хп вражеском мидера это нормальная идея. Но если бы он хитался. Если бы он это делал, да. То есть, чего-то испугался. Не понятно, ничего. То есть, мог выманить ману, мог выманить еще что-то. На топе. На топе очередные проблемы могут быть у Мунса. И вот он просто делает хп. Аутмонс выживает. Выживает? Да. Ну, надо какого-то хп себе купить дополнительно. А именно хп, а а хп, а регена. Сможет фласку взять. Сейчас он вернется с хп у праздника тоже все будет. Его еще раз пробит и нужно будет опять тихать. Вот, да. Взял там гусики. Жить будет. Ну и котла отжимает его баунтируно. Шторм за ней идет. Не находит. И я отжимаю ты еще и руны инвиза. Вдвони неприятно. неплохо кстати с этой руны можно куда-нибудь сходить или оставить может быть потеряет ее до потерял котел же все видит это вар на свет их вар сломали а как она котловский вар не нашли я пришел просто сломал руна круто не сижу людям не но вообще на самом деле здесь согласен не может забрать хотя помешать так как дела там у нас у мунца мне интересно куда он делся так прямая купил аэрон талон до смещается в лес пофармить акс все правильно наверное делает учитывая что как тяжело стоять на лане против триплы и этой самой с другой стороны опять же развязывают руки саппортом теперь саппорт и команда тимфридом вы больны делать что хотят у стенкинг уже полетел в сторону леса возможно даже стакнет что-нибудь не хочет 55 успевает вывести очень очень приятный спот для отвода вообще поменяли вот эти вот рэнж спотов там на владение на был флетчера славил еще баш и еще баш лава сакса в котла уже какие-то просто отваливает и братрун без вещей по сути просто один баш поехали на очень больно конечно 3-0 очень бодро начинает тимфридом по лайнам хороший сейчас минус 2 сделали и в это время на фрифарме практически находится в миде также у нас queen of pain потому что у нас что он спирит фармить лес вообще по сути виха на лане пока что не появляется то есть посчитал что слишком опасно умирать возможно возможно ну до шестого идея неплохая идея не самая плохая единственный минус всего этого это то что будучи героем в лесу он никому не выдал мид то есть одного героя не хорошую позицию с бронем занял акс ушел в лес и братрум господи братрум этот нюкс занял его слот и получал experience сложные линии от страны ли никто не занял многие линии просто просто его и так вот не надо делать кокс это ошибается труд отжал ну задумка не попадает с акса но в любом случае кокверка это не спасет никак погибает он сюда уже бежит у нас братрум добежит ли до конца или нет очень вопрос тратит всю ману вот теперь точно это ошибочка сейчас возможно будет от вихи потому что за ним уже бежит бешеная корова целый состав железнодорожный въезжает здравствуйте башек сперлора но но не пожадничал не порогнул баш 14 кп вот просто выживает их и уходит на базу нормально мы сейчас запад донатили сразу купил себе ракета и выйдет за его и да ракет так вот к пусте солари хватит сразу на телепорт на все сразу возвращается шестым левелом на стране линии вот уже готов на шестой можно и постоять опять же и постоять эскейп кассу и вы я буду быть неприятно смотри будет дайгер и нападает хорошо нападает и там есть уровень волшебства подраться под ней не очень здравая идея мощи плюс фласка отпевается очень быстро у нас мидер команды тим фридом в это время на боте возможно будут проблемы очередной резолюшна резолюшна закрывает об коге он еще ударился успевает у тебя в инвиз есть просветка еще тысячку башек и не пробует но в итоге забирает резолюшна возможно еще сейчас котла заберет у сакса тоже проблемы свой крип заблочил сакс в итоге мы здесь не выйти никак не гибает он тоже да и на ло хп уходит отсюда также конечно же товарищ стеки сна кинг ну что 25 25 в пользу команды тим фридом очередной раз забирает двух персонажей команды хотел сказать thunderbirds плане тот с конечно же в это время умирает джакира джакира умирает от никса очень биты его его посмотри насколько было бы забавно если подошел просто да и кулингблайд уронил голову их забрал бы но вы этого нет что же давайте посмотрим по нет форсам как у нас дела обстоят мы видим что пока что топ-1 нас два героя команды тим фридом этот же гернаут и queen of pain но не отстает шторм спирит единственное что проседает резолюшн резолюшн уже два раза забрали это конечно приятно ничего он с этим сделать не может так у меня чувство дежавю потому что только что спирит брекер пытался бежать круги визы и котел сломал то самое родное с руки еще один челлендж повторяется все вновь и вновь просто глобально вот они вроде бы 2 тот номер 7 но по деньгам суммарно вся их команда проигрывает из котел с леса очень много выносит акс с леса в итоге много вынес дал линию нюкс у нюкс имеет 2000 это тоже не так плохо участие стороны линии точно так же стоит получает и вроде бы у тебя два саппорта на дереве опять рабочий залеж на 5 проблемы выехали за ним есть просветка резолюшн хукшот ну как же по кд протаган будет манкери команды thunderbirds погибнет погибнет он забрали кокверка на развороте неплохой агр от мунца и скорее всего заберут у нас чуть поторопился как-то так но если попал возможно вы убили и тхд потому что надо успели догнали его ну ладно так тоже в целом неплохо то есть хотя бы удалось растрейдить своего кэри заработали денег причем и он тоже в плюс по деньгам вышел что странно погиб на плюс 56 заработал так там наверх перетягивается обратно с команда планета уходит отсюда и вар и вар уже есть что левел но понятное дело с первым ультимейтом мало что на дома уж хочется 2 вечера уже разогнались до снова в этот раз в возможно будет один не 6 11 вряд ли от отменил высокой так локс ультой как антиклопа спешком они многие могут ему быстро помогать и типа ты думаешь ты безопасно потом раз и куча героев возникает прямо из ниоткуда надо быть очень аккуратным и вот не представляться что мы не могли взять разбег видится тихо хверка на варде и отходит не чтобы 6 получить ему реально немного осталось 1-2 крипов убить ну да тоже можно делать грязь я возможно сейчас нападут на джиггернаут да у них как раз да вот не взял 6 взял с баунтируны и сейчас они даем хороший ганг потенциал на пару с резолюшнами резолюшн еще под крипом да и скорее всего его сейчас что-то чувствует его неладное лакс пришел она распроста копает без тычки очень много и кстати блэд фирме кажется не лучшая идея это лучше ничего но можно было бы ну ладно все несут нас в развороте себя продал мог убежать юстики были фрезы итоге пока ставил вар пока думал подставился окей погибает в итоге у нас конечно манка рекоменда тем freedom счет становится 5-6 потихонечку отыгрывая разбег на котла котел откидывается в итоге плане тот забирают на топе т1 гли фортификации уже поражали freedom и хилинг вар до сих пор сайт но заканчивать свое действие скорее всего tower упадет в миде что там у нас у вихи ой как больно вихи на нее конечно дабл дэмэш кстати в бот ли можно было вот я про это подумал как бы там подходил мизери как раз можно было накатить ворваться а у него у него ворт это нормально мне я не говорю что это плохо я говорю я думал что возможно венечку взял и можно было попробовать на в итоге у нет так что до понятного понятное дело смысла не было вороваться никакого просто яичку вортекс настолько не очень тебя за миллиарды секунды противники на одну и свежи на раннем уровне у тебя проблемная скорость отдачи как раз рома такой когда ты берешь вортекс на раннем уровне новую единицу тебя примерно скорость таки там раз в секунду в лучшем случае ты бьешь с пытая ситуация вот у него зависит от 1 секунду бьет ты знаешь вортекс и в лучшем случае дальше один раз но не очень выгодно ну да поэтому предпочитают брать такой полу форма билд который вы позволяет тебе за счет болотни как раз в ту же секунду носить стабильно доп 100 магического урона и не хочу думать это подлетел того что . быстрее долетела и забрал за динайл табор так в это время на топе также забирают у нас с тим фридом т1 и резольт забирает т1 но резольт обнялся куша до 11 и динай планитоидами четко 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 я себе уже представляю за такие марс атакует за это вот фильм бегают и планетоиды что-то из этого разряда да помнишь не знаю старый советский возможный фильм где этот аэбэ сидели на трубе загадка была то же самое очень похоже мне кажется тоже есть такой так у нас queen of pain бегает тут в поисках побежал приключение у нас товарищ misery найдет ли он их вот в чем вопрос вряд ли вот возможно как-то снайкинга подцепить но он тоже далековато а вот курьера курьера отлично и можно уходить здорово денежки так в это время резолюшн видит местоположение джиггернаута но врываться не стал а там блинк даггер появляется у нас у мунса да и осталось купить блэдмейл этого джиггернаута на любой почти стадии игры будет соло у меня тут кажется джиггернаута тут кого угодно будет убирать фишками джиггернаута что он слишком хорош в плане нанесения урона и он сам себя убивает слишком больно и быстро бьет и неважно типа крутится там не крутится так в это время на боте драка врывается на саксу сакса неплохо всех вытолкал из скогов врывается сюда на queen of pain есть агр хватит урона да подкоп погибает итоги queen of pain драка продолжается продолжается погоня за клокверком клокверк очень битый я слышу где-то ум не слышал джиггернаут саксу добил его кокер будет умирать но его здесь уже виха врывается клингблайт на лицо джиггернаут тоже в таверну отличный минус 3 от команды плане тот потеряли они всего лишь одного саппорта забрали кора даже двух коров это круто и можно идти дальше пушить например мид там конечно целехенький товар но пока не торопится ладно ну что 4100 уже преимущество за командой thunderbird нет неправильно плане тот и кей thunderbirds возник вопрос грамотный а почему плане тот сами плане тот если у них название бизнес в конце типа то есть не планитоид и планитоид в таком случае ну вообще странно потому я почему и говорю пойму тот потому что во множественном числе как правило план тут врыв у нас от вихи ой хороший ультимейт от queen of pain забирают акса продолжается погоня за клокверком клоквер погибает но queen of pain отсюда никуда не денется маны нет минус queen of pain возможно еще поцепит брат рума перед брекер тоже таверну очередной размен хороший в пользу команды плане тот почему я не знаю от плане тот 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 сейчас сейчас сделаем сейчас под настроимся ну что ж в любом случае хорошо подрались у нас ребятки сейчас заберут что ты один скорее всего хотя тут есть макро пиро есть здесь рекол сейчас уже приедет один герой возможно еще акс успеет притянуть что может ворваться если что так то там и подцепить а я чем вот сейчас мертв того же это джиггернаут и просто ветер нилан за ручку решили отойти сразу или да рекорд от акции мне кажется его же наверно звук есть да вот его приятно медициной портативный телепортер в команде нас или который типа когда будет призывать куда нужно . бабу знаешь что опять же какой-то гонитом собираешь у тебя почти без кулдауна и некоторые драки можно играть драться как будто бы ты на базе только не на базе то есть у меня героями убивают он выкупать его тут же ты пашет то есть даже без китрова лов реально круто реально удобно еще все воды находит это макаром сакси не представляет вот это далеко не 1 вард который он находит мы явно таких причин ну не займу как я про то что хорошо читает где противники могли поставить историку ты работу проделала по просмотре по их ключевые точки ты знает или просто большой опыт но в любом случае находит давал дэмэджи под дизоль сразу выходит на рошана да планет от забирают рошана в это время у нас с тимфридом забирают один на боте должна не понимать что да уже в курсе есть ракетка знаешь что там рошан падает рошан очень битый побежал на уже у нас братрум отменять последний момент на спиритбрекера на развороте цепляют скорее всего здесь его не отпустят да моментально погибая спиритбрекер и уже драться в 4 в 5 как-то не камильфо плюс еще попробовать склок то здесь там дабл дэмэшу резолюшина мне кажется не самая лучшая идея давайте посмотрим скидровал залить от макро пиру но уже поздно уже поздно мне кажется врываться хотя хукшот к локер ворвался на акса ну вот и погибает также джакира уже минус 3 от команды планет от и нужно убегать тимфридом отсюда со всех ног потому что резолюшн под д д конечно не щадит но д д заканчивается ну ворвался вот клоквер умер в итоге да и погиб джакир еще с ним них собродит находит двух героев вот так пришел и копает хорошо мощно помощь и пади поддержка такс аксель кузов даггера их потрапился и она может цепануть можете цепануть да под крипов можно же граната был бы заявить но тоже 100 то ли его увидели грипп это еще из-за чего не успел переключить на виженных команды чтобы точно это знать но отходит и джаггернаут тоже то есть пять тысяч перевеса аегис и все очень даже хорошо он нет от да да я знаешь как составляю медленно вспоминать все как сказать планет от просто быстро если говорить быстро это вроде звучит как слитное можно можно сразу говорите планет от они не выдумываются планет от звучит как будто какой-то плот ну то есть возможно правильно тогда я опять же на русском спросите в честь чего такое название но возможно имеется ввиду именно планетоид на резолюшн там разгоняется на спирит брейкер в итоге резолюшн просто бегать на виз да сейчас сюда в их притыпаешь ты под смог они сразу выйдут да неплохо нужно быть аккуратнее сейчас ним фридом там в инвизе queen of pain спалила на смог вылазку и нет какой-то какого-то вижу на у команды планет от и есть вижу команду при на нюкса да и в курсе находится от этого самого котла и пацан очень быстро убит хотя это дело копу queen of pain возможно и даже уйдет в блинковывается там закрыт у нас акс погибает спирит брейкер один в один размер акс тоже отравляется в таверну два в один но здесь рывается виха и просто крушит кабинета вихи нужно уходить он очень битый в это время здесь дерется резолюшн и майнкерри команд тимфридом и выигрывают это противостояние резолюшн но все-таки он дотикал и тоже погибает сейчас вернется после аегиса у нас с виха виха готов даться ошибается квапа она потратила свой сайленс не противника а в криппу вихе наверно нужно уходить да все мана поедет я вернусь что его можно было убить отнять него блатстоуны и в итоге к вопрос поспешил дала сайленс но опять же разуме размен сейчас прошел далеко не в пользу команды тимфридом они забрали пятеро героев выбили аегис отлично сыграна опять же queen of pain присутствовал и не получил зафокусить обидно единственное что забрали конечно же джиггернаут в неравной битве пал первым первые резолюшн но резолюшн чуть позже догорел ну что у саксы кстати могут быть проблемы он там спалился на лайне вижен ломает у нас потихонечку queen of pain и смоки смоки от команды тимфридом отправляться не в атаку блэйд мэйл появляется у нас с ней кинга плохо и могут сейчас найти мизери он сейчас палец мог вылазку а есть что по вижену да есть проблему мизери и сален сразу мизери приехал 90 золота в минуту берет себе queen of pain интересный выбор я тоже вот обратил на это внимание когда еще такое можно увидеть да чтобы знаешь минус это кулдаун себе взять чтобы казалось бы самый очевидный талант который мы с этой большой усиление героя опять же то есть 12 процентов казалось бы не очень много но тем не менее на 15 уровне после такой за буст на все с пылы на все вещи это очень очень даже приятно поэтому это опять же интересный выбор тому же 90 это не такая большая цифра все это какой-нибудь у того что ходе вот смотришь на пример 150 смотришь на феникса 150 на пак смотришь 420 на такой гпм вроде бы уже знать и вещи позволяет покупать а 90 это не так и много того же копает а это и так и работа супер по гпм и 1 ладно ну resolution не остается опять же тоже фармит неплохо все нехорошо из изолятор скоро поеду как еду такого таланта но урезовление безусловно потом не весь талант на 30 хотел сказать уроновый отстрел он взял силу 15 к силе тоже очень даже интересный максимум хп что ли хочет как то так что выживать но вообще обычно берут просто урон к стрелам неплохо так бустят ну ладно ну на максимум выживание здесь хотя бы понятно чем это связано просто тридцатка для каждой стрелы это что 90 бонусного урона у тебя получается ну как бы сущую существенно так-то вроде до себя много там не заходит точку я для себя рихом 3 ремонта стоит вроде не хочешь врываться ребят давайте я вас жду пара не забирает вышку и ката не дострелит капота добивает справляется там это время уже вплотную подпушился лайна у команды планет от вынуждена resolution здесь заниматься дефом но ему также остается совсем чуть-чуть до фармить до бкб но из бкб будет себя гораздо более уверенно чувствовать в драках как на крути но с другой стороны томни слэш тебя это не спасет кстати что там у джаггерната мне интересно есть яша скоро монтостайл появится если уже не летит да уже летит готовая монтостайл плюс что-то появится queen of pain у queen of pain таверна появляется в таверна отправляют нас queen of pain проблему с такие снайкинга снайкинг тоже погибнет агает на его на себя мунт даже не гаишь можно лететь это вроде было но не хватило неожиданной ночи вижу на нету да и в итоге не догнать как слепу не хочется давить ну там такие расстались вроде не очень опасные джаггернаут смотта ставил мне кайта не диффуза ничего такого довольно легко заводить весь его урон теми героями которые здесь есть ну и разбег вниз на бон флотчера с бкб опять же он где-то делает в соло на него бкб просто на него бкб не спасает особо от спидбреки а другое дело что а что дальше сейчас есть почему просто не стреляет инженер то сейчас подтянется ну так то да и там дабл дэмоши крепы свои застопили лол и просветка снимает просветку при помощи бкб и сваливает повезло там была просветочка конечно еще одна но далековато уже был на стенкинг не удалось просветить и в итоге резолюшн уходит непонятно почему он сразу этого не сделал ну ладно ну что игра продолжается 6000 преимущество за командой плане тот там приявляется блинк даггер уже нас уникса мизери готов врываться теперь с огромного ренджа каут копать как там дела кстати у сакс по фарму скоро появится гоним ну худо бедно но появится уже имеется на самом деле выглядит скорее как худо да 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 чем скоро появится и 2200 необходимо денег где-то найти по такой вере он конечно это сделает я в противник пушить быстро не собирается и и тяжело это сделать но тем не менее сейчас выход зафармливать себе лотус что он снимает например сможет жить а вот готовый лотус бкб появляется у нас и queen of point queen of point тоже неплохо с бкб но знаешь от урона резолюшн не спасет от агракса тоже не особо спасает но если что наверное только от какого-нибудь монолика в первую очередь сейчас другой стороны против этого можно взять себе не знаю блинку ту же как вариант учитывая что не так много точных сполов вот он врыв у нас на queen of pain бкб очень больно queen of pain погибает она моментально здесь у нас виха пока что дерется забирая также нас джакира забирают еще на развороте никса 1 2 пока что размер продолжается погоня за спиритбрекером спиритбрекер погибает за компанию курьеры забрали совсем много денег сейчас покажут нам общую эту сводку после драки можно посмотреть на сколько криминальный сводку нам да и написано что типа там после перестрелки погибло четыре человека и суммарно 1000 голы заработали пол не тот но не указан здесь курьера за курьера там накидали еще ой 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 как много денег для этой позиции у нас есть вот такие графики по ним мы прекрасно видим сколько поднялись в последние драки у нас парни из команды плане тот и мы видим по xp как много не тоже лидирует здесь конечно огромные цифры интересные знаки нам рисуют какие-то тайные микс на карте 2 очень похож на вещь было но я не буду говорить на что конечно ну да ладно я так понимаю что что это не первый раз что-то связано со стаками видимо было возможно с фаспотами будем надеяться за частоту спотов наверное я не знаю с чем это было связано в это время нас тут баратром бежит уже на кого-то дружище на резолюшн это не ладно неужели на разворот сейчас еще побегут и наваляют кому-нибудь у нас планет оды например сны кингу сны кинг проблему него нужно подкапывать есть вижу но уже хотя увернулся коги неплохие врывать на развороте на резолюшна отменяет последний момент в итоге разгон спирит брекер врывается к локер теперь его агрит сразу на себя акс и тут проблему акса могут быть акс пока что живет крутится но пытается жить до последнего макро пира и акс погибает а вот он и виха минус 2 моментальные минус 3 делает и виха что он творит нет вроде спирит брекера сделал минус 2 до него долететь летит и просто гг вот так вот неожиданно стоит т2 с одной стороны т2 с другой стороны просто одинаковое количество снисленных тверофанов за одним исключением я не знаю почему сейчас goodgame писали если честно неожиданно просто все все было не так плохо но проиграли драку но бывает и да я еще не видел ни одной драки 5 на 5 то есть жгернал по сути все это время фармил то есть вообще его не было и то есть зачем сейчас было писать гг отдать его т2 причем он и сдался ничего не понятно ну ладно мне появился понравилось по форме или подрались неплохо линии постояли но вот опять же по личному исполнению мне кажется вот по пониманию что делать в игре немножко хуже себя чувствую тимфридом одними гангами сыт не будешь потому что пока они в доме в тренге гоняться за каким-то одним героем например забыл флэчером да они его убивают но сформить нюх сформить котел форме так сформить шторм а у вас три героя бегают убивают одного и размен фарма трех ваших героев фарма одного героя не очень правильный я так сказал потому что в какой-то момент получается что ты убиваешь уже допустим нюх сану боник фармит и ты все еще проигрываешь по деньгам и в итоге мы ставили что допустим бара 5000 на адреса вообще 2000 на фармил у противников совсем все хорошо да как то так ну что ж в любом случае вот так заканчивается первая карта будем прерываться на небольшую рекламную музыкальную паузу никуда не переключайтесь впереди все самое интересное а Продолжение следует...